Здравствуйте! Меня зовут Гасун Смарцис Юрьевич. Я кандидат в филологических наук и издаю книги по санскриту. С 2016 года на последние 8 книг собрано с помощью краудсорсинга на планете РУ 650 тысяч рублей. И вот я обращаюсь к вам в девятый раз. Максим Владимирович Леонов, переводчик санскрита из Москвы, подготовил новую рукопись. Бхартрихари и Бильхана в его переводе должны выйти до конца сентября, а следовательно стать доступной для рассылки, в частности, в октябре. То есть книга, на которую мы собирали средства еще в прошлом, в 2019 году, наконец-то вышла. И поэтому пришло время издать следующую книгу, следующий перевод Максима Владимировича. На этот раз я хочу вам представить Шри Рамаданту. Шри Рамаданта это не шедевр древнеиндийской литературы, в отличие, например, от Бхартрихари. Бхартрихари это Пушкин. А Шри Рамаданта это скорее ученическая тетрадь. Но для тех, кому интересен санскрит, это находка, потому что в новой серии оперы минора теперь будет второе издание, второе пока из десяти задуманных. И оно будет скорее исключительно ученической направленностью. То есть если Бхартрихари это скорее художественный перевод, то здесь дела обстоят слегка иначе. Вся Рамайана, на русский язык Рамайана полностью не переводилась еще никогда. Тем, кому интересно, значит сейчас в продаже до сих пор доступен третий том в серии литературные памятники. Первый и второй давно не доступны. Но я надеюсь, что мне получится их переиздать в обозримом времени. Четвертый том, я надеюсь, мы увидим в двадцать первом году. А еще через два года, я надеюсь, мы увидим пятый том Рамайаны. То есть академический перевод Рамайаны, начатый Павлом Александровичем Гринцарем, продолжается. Но это дело не быстрое. На это идут годы. Вся Рамайана огромная. А перед вами же средневековый поэтический пересказ. То есть двадцать тысяч шлок Рамайаны сжато в двести девять шлок пересказа. Значит, история о достопочтенном Раме это анонимная поэма. Созданная на юге Индии. Каких-либо интересных исследований, связанных с ней, я не видел. Это именно что такое отдельно существующий текст. Не имеет десятки вариантов, как это обычно с какими-то высокохудожественными произведениями. Но тем не менее. Поэма разделена на семь частей. И на семь частей разделена и Рамаданта. И на каждом из... Значит, у нас будет сто девяносто две страницы. Пятьсот экземпляров. Внешне издание будет похоже на Бхартрихари. Скорее всего, даже в то же цвета обложки из дизайнерской бумаги итальянской. Значит, так вот. На каждой странице будет шлока на Деванагари. Крупным, действительно крупным кеглем Деванагари. Под ней транслитерация, академическая транслитерация латиницы. Под транслитерацией полный разбор всех слов. То есть, в книгах, например, по методу Ильи Франко разобрана часть слов. Здесь все слова. И внизу дословный русский перевод. После этого в конце будут вопросы по пройденному материалу. Вопросы на санскрите. Соответственно, отвечать тоже нужно будет на санскрите. Вопросы достаточно вдумчивые. Значит, издание планируется в типографии науки. В типографии науки. И нам насчитали 62 тысячи рублей. На бежевой финской бумаге. 500 экземпляров. 192 страницы. Я не уверен, что нужно издавать книги по санскриту на русском языке. Но если есть такие люди. Хотя бы 50 человек. Кому это нужно. Прошу поддержать вас. Обычно нас где-то 70 человек. Если мы найдем 70 человек. Кому неравнодушна история о Раме. Тогда книги быть. И я надеюсь. Весной 2021 года. Увидеть иллюстрированное издание о Рамаданте. Спасибо. До свидания.